Всем привет! Меня зовут Николай Ценкевич и с вами снова ЦСКА Баскет Шоу. Наша любимая серия интервью с игроками и это наш способ представить в том числе наших новых игроков. Сейчас рядом со мной здесь находится центровой Владимир Ивлев. Володя, ты вообще сам москвич и для тебя это возвращение в Москву. Ты начинал свою профессиональную карьеру в Динамо в московском и сейчас возвращаешься в Москву в качестве игрока ЦСКА. Причем, что интересно, возвращаешься в Крылацкое, потому что именно там будет команда тренироваться и даже какие-то матчи проведет. Какие чувства у тебя вызывают именно вот этот момент возвращения? Возвращение в Москву? На самом деле, если быть честным, то 10 сколько лет уже отвык от Москвы. Приезжаешь сюда, иногда летом получается прям минимальное количество времени провести дома и постоянные разъезды. Ты поехал куда-то потренироваться или поехал отдохнуть, там этот короткий месяц, сборная, все, время пролетело, в дом не побыло. Сейчас вернемся, посмотрим, как оно. А где ты рос в Москве? В Москве. Родился на Таганке. Жили там с бабушкой, с дедушкой, с семьей, когда только появилась, а потом переехали на Алтуюську и Шестен. Мы вот так вот высчитываем время, сколько у нас в команде москвичей и у нас сейчас в команде будет снова три, потому что у нас был такой рекорд своеобразный в свое время, когда были братья Кулагины и Никита Курбанов. Вот, сейчас у нас Никита остается, есть еще Андрей Лопатин. А все, он себя активно считает москвичом. Он тот еще переобувается постоянно. Он, да, он теперь живет, тоже москвич, все, у него практически дети и все здесь родились, а он тоже четверо будем считать. Максим Черков спрашивает, какие эмоции были, когда узнал о предложении от ЦСКА? Ну, раз ты узнал о предложении от ЦСКА из разговора с Димитрисом и Тудисом, вот расскажи, что ты повесил трубку и что было в голове? Во время разговора было волнение, не каждый день тебе звонит тренер ЦСКА, но приятно, что ко всему надо относиться так, что, не знаю, просто приятно. У нас есть салфеточки? Я уже весь растекся. Мы видим тебя с Кубком России на фотографии. Какой из командных трофеев для тебя вот самый такой запоминающийся? Может быть, универсиада или вот это вот участие в финале Еврокубка, о котором ты упоминал? Ну, универсиада приятное время просто было. Это были ребята все, в принципе, русские, с кем мы до сих пор играем. Ну, практически все играют в клубах ВТБ. Они до сих пор с ними пересекаемся. Просто отдыхали вместе и в какой-то момент там плей-офф собрались, победили. Было прикольно. Ну, а так, не знаю, серебро ВТБ с нижним, наверное, самое приятное время. Твой тезка Агафонов, Вова Агафонов, спрашивает, во сколько лет ты начал заниматься баскетболом и как ты вообще пришел в этот спорт? Ну, изначально было видно, что я высокий и выбор стоял только какой вид спорта, семья вся спортивная. И там было примерно только волейбол, баскетбол. Нужно было понимание, что я сам хочу. Выбрал баскетбол и мы вернулись. Отец играл сезон в Италии. В Риме мы жили, мы вернулись и все. Остались уже в Москве. В 9 лет, получается, я начал заниматься. Пошел в спортшколу. Ты обоими сборной довольно давно. В том числе играл на топ-турнирах. И в 17-м году был очень такой запоминающийся турнир, когда были близки даже к медалям. Мы в квалификацию к этому чемпионату Европы играли. Потом приехали на сам чемпионат Европы, выступали довольно неплохо. Обыграли один раз сербов, второй раз в полуфинале не смогли. Но играли хорошо, команда играла. Дальше я считаю, что в целом неудовлетворительные, неудачные результаты сборной связаны, конечно, с тем, что команда просто не может собраться. Ну, все те же люди, они все до сих пор играют. И будь состав этот, как был на чемпионате Европы и на чемпионате мира, и сейчас на отборочных, на Олимпиаду, я думаю, был бы совершенно другой результат. У кого-то серьезные травмы, типа, там, Тимофея, ну, он сейчас вернулся, но продолжительный период времени нет. Тот же Боломбой мог помочь. Ну, Никита, он не травмирован. Я говорю про травмы. К сожалению, заболел, да. Да, Дмитрий Хвостов, безусловно. Если бы, там, тот же Дима Кулагин, который может создавать ситуации и помогать команде. Вот если эти такие ключевые, ну, Алексей Швед, но у него нет травм, если бы было больше желания. Ну, если бы все люди, там, у всех своих ситуаций, если бы он приехал. У тебя есть вообще какие-то ритуалы? Вот что ты делаешь перед матчами? Вот на самом деле, из всего того, что какая-то рутина, ну, рутина в день, ты просто его выстраиваешь. Это не какой-то ритуал и ничего особенного. Ты просто в разных командах разные игровые дни. Здесь, допустим, я как слышал, Семен, что во время Евролиги заезжают в гостиницу. Какие-то команды заезжают, какие-то нет. В Нижнем мы тоже заезжали в гостиницу, в Локомотиве нет. Ну, ты выстраиваешь просто распорядок дня, делаешь рутину, чтобы она не была одинаковой перед каждой игрой. И так, а из ритуалов, ты пуй ноги, я всегда с левой ноги. Расскажи немножко еще о своих увлечениях. Есть ли у тебя какие-то хобби? Любишь ли музыку какую-то, фильмы, сериалы, что-то смотришь? Сериалы все по возможности смотрят. Надо как-то забивать время. Ничего такого сверхъестественного не отмечу. Люблю рыбалку, по возможности стараюсь выезжать, половить что-то. Единственное, что свободное время получается ближе к лету. А летом особо хищника в России не половишь. Но в Краснодаре было проще. Там были приазовские лиманы, так что когда давали какие-то выходные, можно было туда съездить. Хочется от тебя какие-то несколько слов, обращения, пожелания к нашим болельщикам. Уже совсем скоро, уже прямо лето перевалило через экватор. Скоро баскетбольный сезон начинается. Жду, не дождусь нашей встречи. Я думаю, все соскучились по баскетболу. Осталось совсем немного времени. И ждем в новом сезоне вас. Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. С вами был ЦСКА Баскет Шоу. Меня зовут Николай Цинкевич. Я думаю, что наши эфиры продолжатся. Еще у нас много времени до начала сезона. Но я думаю, что и в новом сезоне у нас будет много интересного. Еще раз спасибо. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok